По поводу великих почестей, великих частей, и которые оказываются ему людьми добрыми, он возраивается умеренно. То есть он не будет в большом восторге. Хестес это Эмитриос. В меру. Почему? А потому что он будет считать, что ему оказывается то, что он заслужил. Или даже меньше, чем он заслужил. Поэтому он не будет особенно в Востоке. Такие латвийского джентльмена должны быть тонкие чувства. А вот в чем дело. Здесь, смотрите, интересный апель-термин. Аретэ пантэнес – это соответствует калопомерфии. То есть это вообще нравственное совершенство, которое включает все отдельные добродетели. И Аристотель говорит, что у совершенной, у полной добродетели, абсолютной, у нее не может быть достойной ее чести. То есть нет такой награды, которой можно было доградить совершенство полное. Полный добродетель. Но тем не менее, то есть он умеленно возрадуется, но тоже не отвергнет. Потому что это тоже будет неправильное. Это будет неправильное поведение. Он примет. Почему? Потому что он будет считать, что они на большее не способны. Ну, дают. Люди дают сколько могут. А не пыль, но он знает, что он совершенствует. Насколько он может, пусть оценит. Ну, я знаю, что я полекрасно. А он уже писал Александр Македонский. Уже в каком возрасте был на тот момент, когда он писал это? Ну, вот это хороший вопрос. Но вообще преобладает точка зрения современного гейтера, что, конечно, Камахова этика написана уже во второй афинский период. Но в какой момент это трудно? То есть он же мог это писать как педагог. Ну, как бы это очень подходит для воспитания царевича. Да. Между прочим, да. В этом тоже... Хотя комментаторы как раз замечают, что это этика для людей, а не для, например, животных и богов. А, собственно, как раз из тех царей, которые почти подобны Богу. Но по-кому, когда уже на Восток они нашли. Ну, да. А то ты его воспитывал по-греческому, все-таки, образцово-настоящему. Я понимаю, да? Ну, конечно, конечно. Конечно. И не связали для этого, поэтому... Конечно, они читали Гомерову и Александра Васильевского похода к Ильяду из Морца. Он спал, когда соседка воспал, да, да. Да, да. Да, конечно. Да нет, элита китонская, она была абсолютно эллинизирована в это время, и они уже участвовали в Олимпийских играх. Значит, их... То есть для божества это потом? Угу. Это в современных страстях, политических спорах с Македонией. Конечно, греки всегда указывают на то, что... Потому что лингвисты, конечно, говорят нам, что македонский язык – это палеобалканский язык, и что это не греческий язык. Потому что там другое, я не знаю, там, отражение лабио-элярных или нет. По-македонски, хотя очень похоже, но немножко иначе. Потому что по-гречески – кефале – голова, а по-македонски – кебале. А вместо фига было. Но нет никакого сомнения, что лингвиста, конечно, была абсолютно политизирована. И даже еще раньше Архилай, Еврипид уезжает. Еврипид закончил свою жизнь при македонском доехе. И он поехал ставить там макханок. Ну, была абсолютно организированная культура. Конечно. Вот. Но это хороший вопрос. У моего учителя Аристина Ивановича Доматурова очень интересное исследование, одно из его главных политиков и политиков Аристотеля, где он как раз интерпретирует невероятным искусством и сложной системой доказательств. Одно место в политике, где Аристотель говорит о своем лучшем государственном строе, какой он должен быть. Но смысл такой, что, к сожалению, в практической истории никто как бы не последовал этому пути, который Аристотель рекомендует. И дальше идет загадочная фраза, которую комментаторы ломали голову, что из всех людей, которые достигли гегемонии, то есть это гегемония, это не просто там в полисе, ясно, что речь идет о ком-то, у которой была огромная власть. Только один человек из таких, дальше идет загадочная фраза, дал себя убедить. Дал себя убедить? Дал себя убедить в правильности такого строя. В смысле, он старался осуществлять его на практике. И Дев Артур доказывает, и, на мой взгляд, довольно убедительно, что он имеет в виду Александра. Но большинство... Я посмотрел западные комментарии, и те, которые сейчас, они либо игнорируют это решение. Там проблема с временами историческими, потому что там речь идет о прошлом. Ну и комментаторы поэтому отметают Александра на том основании, что Александр еще был жив. Они же умерли почти в время. Ну, а если это, надо, позже умер Александра. Ну, вот. Ну, в принципе, конечно, это противоречие можно было бы, можно было бы решить так, что он мог написать эту фразу уже после смерти Александра. Уже редактировал свои, конечно, свои прагматии. Ну, по-моему, это очень интересное предложение. Об этом много довольно написано. Вот как преподавание, как политическая теория Аристотеля, которую наверняка преподавал Александр, в какой мере она, какое она оказала влияние на его политику, вот в основании всех этих Александрей, потому что новые города, полисы, которые основаны, десятки Александров основаны. Там же надо было принять Конституцию, надо было следовать каким-то принципам. Вот интересный вопрос, в какой мере Александр следовал заветам. Я думаю, что это правдоподобное объяснение, потому что иначе вообще это трудно, трудно это место объяснить. То есть там, насколько я помню, сейчас надо перечитать аргументацию. Там дело в том, что... И там Айсенландж доказывает это тоже на основании изучения, там, сочетания частиц, это очень важно, которые там есть. Видимо, там суть, одна из причин спора в том, что толкователи пытались связать эту хегемонию вообще с властью в Афинах. И тогда это как бы смысла особенного не имеет. Но Айдаватур доказывает, что хегемония, она не может относиться к афинской истории. Речь идет о чем-то общегреческом. Надо текст посмотреть. Это в политике, да? Да, да, да. Ну и сама... Это тоже книга Селимовича можно скачать. Я думаю, что она в открытом доступе. Политика и Политея Аристотеля. Да, это великолепная работа. А вот это первое два слова они по-русски написали? Какое? Ну вот Политика и Политея он писал, в смысле, реческими буквами, ну, что бы сказать? Нет. По-русски, да. По-русски. Так, правильно. Доватур, Политика и Политея. И Политея Аристотеля. Тоже книга с такой... Хабен суа фата либели. Потому что Айсенландж провел 20 лет. 10 лет в ГУЛАГе. Ни за что. И 10 лет на выселках, на 101-м километре. И он... Эти обе его работы о геродоте, научно-повествовательный стиль геродота, который, я вам должен сказать, опередил свое время. Потому что я вижу сейчас работы публикуются такого рода, как оригинальные. Айсенландж занимался этим уже там в 20-е годы, в 30-е годы. Вот этим повествовательным, новеллистическим стилем мы различаем влияние на стиль геродота со мной ионийской истории, научного стиля. А с другой стороны, стиль устного рассказа. Все эти... Все эти новеллы. Вот. И он... Почему это еще интересно? Потому что это ведет, как бы, к правлению культурной среди. Среди... В каких культурных слоях, в каких распространен этот стиль. И это как бы ставит, придает священню геродоту такое ставит его Зейцемлядин. Его положение вообще в социокультурном контексте. Так я хочу сказать, что в книге, конечно, он думал над ними в лагере. Ему друзья... Он чудом выжил там, потому что он знал литинский язык. И доктора, который там был, в самом лагере, он взял его на должность медицинского статистика. И он должен был каждый месяц писать там статистику отчета, сколько заболевших, сколько умерших, и так далее, и так далее. И так он выжил. Так друзья посылали, но в том числе Яковд Маркович Боровский. Яковд Маркович Боровский был блестящий человек. Он был живой латинский поэт. Он даже особенно... Он не очень писал на такие ночи труды, потому что он считал, что и стихи, которые он написал, это все вышло. Яковд Маркович и друзья посылали ему издание греческого текста. И Истетович рассказывал со смехом. Еще удивительно, он никогда не жаловался там, не сокрушался. Когда вычеркнули, 20 лет отобрали из жизни, потом он нашел открытку при реабилитации Хрущевских, где было сказано за отсутствие состава преступления с вас снимаются все обвинения. Не извините, не компенсации. И за это время еще захватили его комнату, которая у него была. Соседи, естественно. Так он рассказывал со смехом. Друзья посылали ему гимназические издания, там, Сафокла и то-то. И цензура лагеря одни пропускала, а другие нет. Не пропустили. Гимназическое издание было «Царь Эдип». Потому что про царя. Царийская пропаганда. А если Тиран был написан «Эдип Тиран», вот пропустили, но тогда нет. Интересно. По-русски традиционно всегда переводили «Царь Эдипа». Ну да, мы просто любили. Интересно. А Дарья Владимирович, он был москвичем или Петербургом? Нет, Петербург, это что вы, Петербургом, конечно. А вы тогда в Петербурге жили, да? Я жил, да мне посчастливилось, я как раз да, я жил. То есть в Петербурге тоже есть понятие сто первых километров? А? В Петербурге тоже есть понятие? Было, да, в столицах нельзя было. Он поэтому жил в Луге, когда его выпустили, в Луге была там больше ста километров. И он участвовал в разных работах, там перевод латинский в Луге Моносово, но это все печаталось под чужими, не его права. Да, мне повезло, я его застал и учился у него все пять лет. Так, какие были годы? А? Ну, это было там, в начале 70-х. Он был заведующим кафедрой. Он вышел, когда он вышел из лагеря, эти две книги, они у него были в голове. Одна пошла как в 10-ти кандидатская, другая как об Аристотеле. Он всю жизнь интересовался вот этой афинской полите и Аристотеля. И я даже думал сделать какую-то публикацию, потому что на Западе его игнорируют абсолютно в англоязычной литературе из того, что я посмотрел. А он приведет на Ангелесе? А? Да нет, что, кто переводит на Шерман? Потому что Россика на Ангелесе в Средние века писали на Западе Грека на Ангелесе в Средние века. А тут Россика на Ангелесе Но вот с этими знаменитыми Петербургами, Гавриловым, Зайцевым у него были нормальные отношения? Ну, Гаврилов это был его ученик тоже, это его поколение Алексея Ивановича Он, он, в 82-м году родился. Нет, это было близок Ягунов, вот эти вот классики, переводчик Томатона Николаевич. Ягунов, между прочим, тоже попал в систему и Иванович рассказывал со слов покойного Ягунова Ягунов всю жизнь мечтал попасть в Эймар в столице классицизма там Готе и так далее. Когда я не помню за что его взяли тот же он оказался на оккупированной территории Ягунов не помню этот пункт когда я его взяла НКВД и его посадили в вагон и погнали куда-то там из Германии уже туда в Сибирь. То поезд ночью стоял в Эймаре и он через щелочкой это исполнил мечтой. Если бы это мог бы быть такой античный сюжет что тогда была бы история что было бы Арабу Пифия бы ему пролекла да Веймар ты попадешь на там Ягунов попал в Эймар вообще удивительно люди этого поколения они настоящие герои как они пронесли эту классическую традицию через лагеря Зайцев тоже Зайцев посадили за попытку возрождения плотанизма в СССР или что-то такое я не знаю но его со студенческой скандидии взяли уже после все всем какие-то философские дела инкриминировали а не греческий язык ну он да он что-то упомянул там про платоновские идеализмы ну что-то такое и тут же настучали жидко повал потом что-то найденных тоже по лагеря и с с и şimdi